Куламали Яхьяев показывает фотографии 20-летней давности. Тогда здесь был заброшенный пустырь, практически мусорная свалка. В 90-х годах внезапно одну часть парка отгородили и начали застраивать. Тогда Куламали и решил взять объект в аренду и сохранить его для потомков. В этих мусорных ящиках всегда около них бывает мусор. Меня проходило в день два раза убирать. Я убирал вокруг, повел, сохранил то, что смог, сделал. Заборы сделал, обновил памятник Ленину. Пенсионер посадил и вырастил здесь более ста деревьев, обновил садовую дорожку. Пока сквер находился в его ведении, он только разрастался и хорошел. А в тяжелые времена были ситуации, что вам предлагали продать или что-то построить здесь? Или бросить это дело? Да. Об этом будет молчать. Власти Дербента второй год проводят работу по возврату в собственность города, общественных территорий. Муниципалитету теперь вернут и этот объект. У Куламали к ним лишь одна просьба, чтобы ничего здесь не строили. На такой договор власти согласны и будет он закреплен гарантийным письмом. В свою очередь администрация обязуется не передавать данный сквер третьим лицам. Данная территория будет благоустроена. Также будет рассмотрена возможность о закреплении за данной территорией Куламали Агаевича. Куламали Яхьяев называет каждое дерево по имени, словно здороваясь. Если живешь на Кавказе, говорит герой нашего сюжета, надо разбираться в местной форе. А местные жители тем временем восхищаются его внутренней силой и добротой. Куламали удалось сохранить в центре города кулачок живой земли, который сегодня дает дербентцам тень и кислород. Патимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Дербент.